МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывают женщины, как скрипки, бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку, женился на электродреле. И мы с ним разговаривали, беседовали полночи. В связи с чем я вас приглашаю в свой виртуальный сон. Ну, он обижался на то, что я его больше не задействую в репертуаре. Я говорю, ну, а у тебя что-нибудь интересненькое есть? Он говорит, естественно. Естественно. Во-первых, у меня проверенные хиты вот про женщин. Одна толстушка двум подругам говорила, «Своей толстостью я мужу мщу сполна». Я не позволю, чтобы у этого дебила была красивая и стройная жена. А новенькое что-нибудь есть? Он залыбался. Естественно, на любые темы. На пляжу нашел кувшин. Старый, ржавый, точно джин. День, второй, труд, то и дело. Что могло уж все вспотело. И кувшин вдруг пробубнил. Пробку вытащи, дебил. Есть про шоппинговый шоппинг. На шоппинге жена и теща Анна пытались влезть то в Дольче, то в Габанна. Часа четыре я проржал там от души, пока не дали мне конкретно в точку ржи. Я говорю, извини, извини, чья жена и теща? Ты же холостяк, правильно? Он отвечает, естественно, я холостяк. Это семейное гнездо моего соседа Каляши. Вот, мать и жена. А я же женщине чесняюсь, я их посисниваюсь. Я целовался всего один раз в седьмом классе. Поцеловал школьное знамя. А потом опасно, смотря на какую тещу нарвешься. Хотя у меня у соседа Каляши, теща классная. Он говорит, что-то я ее уважаю. А как по-другому? Она же мать моей жены, бабушка моих детей. К тому же прокурор нашей области. Ну, я говорю, если ты боишься жениться, ну гульнул бы, он говорит. Была гульба. На эту тему остался стих. Называется «Посисниваясь, шел к своим ябедам, Переминаясь с ноги на ногу по средам». Калее ногой я оступился. Хоть и оступился, но не зря. Но зато я в Веру Паловну влюбился, От ее супруга втихаря. Мы с ней тихарились дня четыре. Я не знал, что муж ее качок. Он на пятый день обычной гирей В голове моей нарушил мозжечок. Все нормуль, но в знаках припинания Я теперь бывает ошибаюсь. И как только прихожу в сознание, Больше я ни с кем не припинаюсь. Я говорю, ладно, ладно. А кто припинался с соседкой Светкой По прозвищу Мякиш? Ну, помнишь Светка, размеру которой 150 на 150 на 150. Ну, это были припинания из-за моего стиха. Я посвятил нашим женщинам из подъезда. Фигура Элочки из банка, словно скрипка. Гитарный стан имеет маникюр шаляля. Ну, а у Светки там какая-то ошибка. Фигура просто крышка от рояля. Она со мной не разговаривала. Очень долго. Очень долго. Что ты? Очень долго. Наверное, минут сорок. Пока я ей персональный стих не написал. Называется «Бесконечность». Не видно, где левый и правый, где берег. Знакомьтесь, Светлана. Где брошка, там перед. А я ей говорю, Света, а потом, ты зря на меня обижайся. Ты сама сказала, у тебя такая фигура, тебе все идет. Помнишь, ты на фитнесе обруч померила, а он тебе как раз. Я говорю, ну, женщина обижать нельзя. Женщинам надо говорить комплименты. Ведь женщина, она любит ушами. Вы скажите, это ли не чудо? Просто расскажу ей про Майами. А везти ее туда не буду. И он подвел итог, как мог. Эх, жизнь без женщины. Тоска и грусть сплошная. Уж кто? А я, как холостяк, об этом знаю. Хватит посисниваться. Завтра же влюблюсь. И в сон волшебный вместе с милой провалюсь. И чтобы было для кого в жизни стараться. И чтобы приятно было вместе просыпаться. Пусть будут сны ваши добры необычайно. И не проспите свое счастье вы случайно.